Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью! Сегодня я проведу мастер-класс по торте-раскраске. По оформлению торта декор-гелем. Смотрите, какой прекрасный торт Викули на день рождения! Викули 3 годика! Для начала вам нужно выбрать картинку или рисунок, который вы будете разукрашивать на торте. У меня это мультфильм Три кота. Я буду обводить коржика, карамельку и компота. Берем глазурь в каплях. Почему глазурь, а не шоколад? Глазурь хорошо отстает от файла и прекрасно переносится на торт. Продается в любом кондитерском магазине. У нас даже в обычном продуктовом магазине продается. Растопили импульсами по 30 секунд в микровомолке. Теперь берем или одноразовый кондитерский мешок. Или пергамент. Мне лучше пергамент использовать. Дешевле и удобней. Выливаем сюда глазурь. Я взяла 40 граммов глазури в каплях. Все зависит от того, насколько большой у вас рисунок. Теперь смотрите, подворачиваем хорошо края. Подвернули. Здесь корнетик должен быть полностью закрыт. Срезаем уголочек. Ровненько срезали. Ну и теперь будем обводить наших котиков. Если вы первый раз работаете с тортом-раскраской, я вам рекомендую взять рисунок покрупнее. Здесь главное не суетиться. Теперь наш шоколадный рисунок кладем в холодильник буквально на 10 минут. И сразу же будем переносить на торт. Медовый торт сверху выровняли белково-заварным кремом. Теперь смотрите, файлик с рисунком. Листики достали. И теперь берем и переворачиваем наших котят на тортик. Стараемся сделать это максимально аккуратно, без спешки. Понимаю, руки дрожат. Дрожат у всех. Мелкие детальки. Вот видите, некоторые остались. Это мы дорисуем. Котики у нас на торте. Показываю вам, как работать с гель-декором. Смотрите. Если он у вас застыл, то нужно добавить одну чайную ложку водички. Может немножко меньше. И поставить в микроволновку. Чтобы он был вот такой консистенции. Жидкий. Теперь добавляем краситель, какой вам надо. Мне нужен оранжевый краситель. Торговой марки Украса. Гелевый, пищевой. И размешиваем. Сейчас будем разрисовывать котиков. Вы знаете, такие яркие получаются торты раскраски. Которые оформляются с помощью гель-декора. Он имеет нейтральный вкус. Слегка сладковатый. Ну, в общем, ничего такого особого. Но детям очень нравится. Очень. Выливаем гель-декор в корнетик. Или в одноразовый мешок кондитерский. Кому как удобно. Теперь заполняем гель-декором личико, котиков и тело. Только не одежду. Одежду будем заполнять гель-декором другого цвета. Видите, все достаточно просто. А главное, быстро. Я работала так же, окрашивала белую шоколадную глазурь. У меня есть много мастер-классов. Тоже получается красиво. Но если считать по времени, то намного трудоемкий процесс. Именно работа с глазурью, чем с декор-гелем. Здесь все намного проще. Просто заливаем гелем. Картинки как живые. Оформление дополним белково-заварным кремом. Ну, в общем, будет настоящий детский тортик. Ротик придавили. Воротничок у коржика сделаем белково-заварным кремом. Точечки. Иногда я оформляю полностью весь торт белково-заварным кремом. У меня есть мастер-классы, где у меня собачка, котик. Вам очень нравится. Но это долгий процесс, как видите. Но получается красиво. Теперь окрасили гель-декор в красный цвет. Я окрашивала гелевым краситель Америкалор. Ред. Настоящий такой яркий детский тортик получается. Викуля будет в восторге. Платьице сделаем красненькое. И бантик красный. С помощью гель-декора очень быстро, можно и ярко украсить торт. Теперь лучше сделать надпись, пока нет еще цветочков на торте. Рука дрожит. Надпись буду делать гель-декором. И гель-декором. И троечку. По краю торта мы сделаем цветочек беленький, желтой серединкой. Выдавливаем крем насадкой звездочка. Теперь выдавливаем насадкой травка серединку. Теперь берем небольшую насадку роза. У меня вогнутая. И работаем. Очень много набрала крема в одноразовый кондитерский мешок. Скажу вам сразу. Лучше потом добавить. Неудобно в руках держать. Но уже убирать не буду. Буду как-то так мучиться. Так. Розочка готова. Теперь берем ножницы и отсаживаем нашу розочку на тортик. Вот так. Теперь берем насадку-листик. У меня самая маленькая. Проверяем. И отсаживаем листики вокруг нашей розочки. Сейчас покажу, как по краю торта сделать красивые бутончики с розой. Выдавливаем насадкой-звездочкой. Берем снова же ту насадку роза. И смотрите. По кругу выдавливаем. Сделали ободочек такой. По кругу. И теперь вот всего лишь три листика. Прижимаем. Раз. Два. И три. Отсаживаем наш бутончик на тортик. Теперь берем насадку-листик и подправляем. И сразу вот так вот. Небольшие листики поменьше его размера, чем крупные розы. И вокруг бутончика отсаживаем. Тем самым у нас получается такой красивый декор, красивое оформление торта. Ну, теперь, как и обещала, сделаю с желтой серединкой. Снова выдавливаем. Берем насадку-травка. Серединку выдавили. И теперь идем вот так вот по кругу. Завернули. И теперь несколько лепесточков. Раз. Прямо вот так примыкают лепесточки. Два. И три. Есть. Берем ножницы. Снова отсаживаем на тортик. И дополняем сразу же. Сразу же не ждем листиками. Вот такой нежный и яркий тортик одновременно у меня получается. Торт раскраска. Три кота готов. Викулина, день рождения. Один из двух тортов. Смотрите, какая красота. Яркий, детский, праздничный. Сделала побольше розочек, так как каждый ребенок хочет кусочек торта с розочкой. Всем достанется розочка на торте. Украшайте и выпекайте торты вместе со мной. С вами была Ира. И канал Готовим с Любовью. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok